Музыка У меня нет абсолютно никаких претензий, правильно делают ребята. Я за них. Люди привозят, останавливаются на посту и передают тем, кто дежурит здесь. Это то, что может. Вообще это первое из первых, как говорится, начало дней. Здесь блокпоста был, как говорится, участник этих всех событий. Вы все бросили и пошли на оборону? Не так, что все бросил, но пошел. Вашу машину досматривают? Абсолютно не возражают. Почему? Даже довольны. Потому что машину досматривают не только мою, но и все машины досматривают. Да, для обеспечения безопасности. Спасибо. Извиняемся за причинение. За счастливого пути. Это мой город. Это наш город, это наша страна. Причем, вообще я сам белорус. Да, но родился в России. Но большую часть жизни прожил на Украине. Да, жена татарка. Вопросы. Дальше, если сказать, кто хочет войны, кто хочет что-то поставить одного человека против другого. Это глупо. Вообще, мое личное мнение, я не знаю, вы снимаете? Нет, я просто скажу все, что я про это думаю. То, что вот товарищи, даже не с Киева, даже не со Львова, которые до сего момента руководили независимой Украиной. Вот они должны, не тот Беркут, который стоял на коленях во Львове, а вот они должны встать и покаяться перед всем украинским народом. Во Львове, в Ровно, в Севастополе, в Житомире, в Полтаве, в Ленице, где угодно. Объясните, какая сейчас атмосфера на блокпосту, какая ситуация, все ли хватает, чего не хватает? Ну, если взять по первым дням, сейчас, конечно, уже стабилизировалось все. И как бы уже начали первое финансирование давать на топливо, потом продукты питания. Конечно, организованной амуниции нету, как то, что обещали. Вот, вы видите, да, в чем люди одеты. Хотя они представляют блокпост «Орловский мост» города Севастополя. А так вообще мы, получается, с 24-го числа образовывали этот блокпост и на Верниссадовом, и на Орловке. Спасибо, во-первых, местному населению, которое здесь проживает. Большое спасибо очень большое. Это ночным волкам нашим. Вот. Ну и спасибо тем людям, которые откликнулись, когда мы начали созывать именно, как говорится, народная самооборона, там, дружины, там, да. Их уже как только не называют, эти самообороны. Вот. Сами люди. Почему? Потому что они чисто инициативно, идеологически шли сюда, не спрашивая, сколько будет платить. Они просто поняли, что надо встать, чтобы сюда, в Севастополь, как говорится, к нам, в наш город. Вот. Не пришли те люди, которые собирались и собираются к нам прийти. Какой-то будет конкретный, именно конкретный начальник этого штаба, потому что за эту неделю я уже услышал несколько фамилий. И тут тоже приезжают и устраивают провокации какие-то себя провозглашенные начальниками штаба. Вот, что я хотел сказать. Ну, а блокпосты, видите, здесь все аккуратно. Наши ребята, как говорится, культурно проверяют машины. Люди, 99,9% никого не было, чтобы они были как-то против. Все люди, они поддерживают нас. Почему? Потому что именно, чтобы порядок, и чтобы в Севастополь, как сами понимаете, не пришла какая-то нечисть. Меня зовут Андрей. В «Ночных волках» я известен как «Энд». Как? «Энд». «Энд». Да. Андрей, вы тут с самого дня до самого первого дня? С самого первого утра, как только мне позвонили и сказали, что выставляется блокпост. Мы даже накануне еще, мы этого первого самого дня, мы еще участвовали в установлении блокпоста напротив шайбы, который потом был снят. А уже ночью выставляли посты здесь, и с самого раннего утра, с самого первого момента я здесь нахожусь. Это правда, что люди, которые здесь находятся, сейчас помогают, они это делают абсолютно бесплатно, от чистого сердца, не за деньги, не по... Да, мало того, не за деньги. Я вообще был потрясен. В первый день столько народу приезжало и столько народу хотело участвовать и помогать. Мы уже к вечеру первого дня просили и умоляли людей не привозить уже нам продукты питания, потому что уже были снабжены, наверное, на месяц. Если нас сейчас окружат, мы можем месяц питаться тут своими силами. Поэтому и все. И зная, какая непростая обстановка, ну, вообще на северной стороне Севастополя, в этих поселках, с работой и так далее, и так далее, надо отдать должность. И люди предупреждены, что сюда нужно приходить только трезвыми. Они сами своих же товарищей останавливают, желающих, так сказать, с кем-нибудь посражаться. Объясняют им, что не надо ни с кем сражаться. И очень адекватно себя ведут. И вообще низкий поклон за такую активность гражданскую жителям северной стороны. Ну, как-то так. Люди останавливаются, привозят продукты? Люди, да, останавливаются. Конечно, я был на Верхнесадовом, объезжал блокпосты, потому что, ну, ночные волки выполняют такую функцию, как бы с первого дня. Так как-то сложилось стихийно, может быть, потому что мы более организованный коллектив, что как бы связь между блокпостами в первое время осуществляли с помощью нас, с помощью нашей координации. Я был в Верхнесадовом, там, конечно, больше за счет потока машин, там больше. Там практически каждая машина, выезжающая из Севастополя, здесь ездят, может быть, чуть-чуть другие люди. Но, тем не менее, все, абсолютно все предлагают что-то, привозят, спрашивают, что надо. Меня уже видели многие, я работаю здесь на северной стороне, здесь неподалеку. И меня многие знают в лицо и уже звонят на личный телефон и спрашивают, что надо, ты скажи, мы подвезем, что в наших силах. Я очень благодарен людям за это. Меня зовут Богдан Григоренко. С самого первого, да? Да, так получилось, что с первого дня командир Орловского у блокпоста. Я увидела, к вам сын подошел, да? Вы с семьей увидите вообще детей, как свидания проходят? Домой мы ездим, я лично ездю. Ребенок меня редко видел, почему за это время? Потому что приезжал ночью, 2-3 часа поспал и опять сюда. Потому что, ну, надо контролировать ситуацию. Люди, питание и все остальное, это как бы накладывает определенную ответственность. Богдан, почему вы на это пошли? Почему вы здесь? Почему? Я здесь с первого дня, с первого дня, я приехал вообще, привез бензин для того, чтобы помочь людям. Надо было кому-то это организовывать, отвечать за что-то и делать. Ну, так получилось, что в тот момент не было другого человека. Я бывший военный, бывших не бывает, поэтому пришлось в раздеправление взять в свои руки, для того, чтобы был какой-то порядок и было какое-то хотя бы единое начале. Чего сейчас нету, пока мы еще, в наших, скажем так, властных структурах. Очень тяжело приходится разрываться, начинают растаскивать по блокам, тому подчиняйся, тому подчиняйся. Очень тяжело, поэтому хотелось бы, чтобы наш избранный народом Чалый назначил человека, который бы стал командиром всех блокпостов и подчинялись мы чисто ему. Потому что, ну, очень много командиров, поэтому тяжело, вот это тяжеловато. Я поняла, что у вас более-менее получается работать организованно с ночными волками, да? Ночные волки, ночные волки. Ну, скажу вражеским языком, это бест. Хлопцы все самоотвержены, я сам ни в какой партии не состою, нигде не состою, я севастополец. Ребята с ночных волков падают с ног, там, я не знаю, но стоят и держатся. То есть им только надо сказать спасибо за то, что они вот так активно принимают участие. Я могу сказать конкретные имена, ну, как бы, я думаю, мы победим, а мы победим однозначно, тогда эти люди как бы сами покажут себя. Ну, ночные волки, это никто так не помогал, как ночные волки. Я имею в виду из структур, которые здесь помогали. Еще я хотел бы сказать одно слово. Если бы не жители города-героя Севастополя, ничего бы этого не было. Все это, провизия, вещи, все остальное, это все организовали жители города-героя Севастополя. С сегодняшнего дня, я уже говорил, но я повторюсь, теперь это не город-герой Севастополь, а город-герой Севастополь. Что я вижу, как они привозят нам продукты сами, никаких штабов нету, ничего, они везут нам сами. Я им поклонюсь до земли. Спасибо большое. Благодаря вам, благодаря вам существуют эти блокпосты. Существует, существует вот это все, это благодаря только людям. Кто там будет вам что-то говорить, говорить про блокпосты, там, неорганизованность, еще что-то, милости просим на Орловский мост. Всем увидеть, как здесь что происходит. Конечно, хотелось бы, вот одно у меня только, хотелось бы как-то это все, потому что мы понимаем, что мы стоим за идею, мы будем стоять. Но люди многие бросили работу для того, чтобы здесь стоять. Поэтому хотелось бы, чтобы как-то людям помочь. Люди небогатые, с деревень Севастополя приезжают, с этого самого, с Северной очень много. У них семья, семью надо чем-то кормить. Ну так пока стоим, и победа будет за нами. Скажите, несколько слов буквально о ваших женщинах. У вас тут будет организован, кто вам готовит? Женщины – это отдельная статья. Таких женщин, таких женщин, ну, я не знаю, ни в одной армии мира нет. Это просто наш спецназ. Потому что они готовят так, что, ну, я не знаю, ну, у меня просто нет слов. Это наш спецназ. Без них бы мы вообще ничего не смогли здесь делать. А кофе можно у вас купить? Без? Не купить? А, это самое. Бесплатно, пожалуйста. Я, в принципе, готовлю. Сказали, что у вас очень. А, да, у нас просто газ бесплатный. Ну, мы не кости. Валентина. Валентина, вас тут называют, что вот такая мама, вы кормите. Что вами движет? Почему вы здесь сейчас? Я даже сама не знаю, просто с первого дня, как только поставили. Я утром в пять часов увидела, как ставят блоки. И я решила, что, в принципе, нужно помочь. Моя дочка, Королёва Ирина Сергеевна, она в интернете организовала, чтобы все люди ехали сюда, помогали, чтобы стояли, зачищали. Интересы нашего совхоза Севастополя. Вот. И мне уже пришлось, как говорится, принять на себя, именно готовить. Потому что, как говорится, я здесь живу. У меня природный газ, где я могу готовить в кастрюлях и 30, и 40 литров. Первые 3-4 дня я готовила сама. То есть три раза мы людей кормили. Вот. А потом к нам подключился ресторан «Маяк». Вот. Там Зикия есть такая женщина, очень приятная, хорошая. Вот. И каждый обед теперь они нам готовят. Борщ, рассольник, плов. То есть мы также кормим бельбек. Значит, три раза в день горячее блюдо. Всё вот такое. А девочки вот здесь у нас постоянно горячий чай, горячий кофе. Алёна Шатилова у нас тоже так же готовит и плов, и вермишель. То есть если у нас бывает, что где-то я на полчаса не успеваю, то есть у нас люди все сыты. Тяжело было, конечно, в первый день, потому что первый-вторый день у нас лил дождь. И первый день вот нам приготовила «Алая роза». Вот это первый суп. И после чего вот я и подумала, что вот именно нужно, чтобы люди питались горячим. Всё. То есть у вас даже салаты там, да, то есть такая вот... Да, 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 разнообразные. А, и ещё хотела сказать, что именно действительно 98% продуктов, это всё-таки привозят население, предприниматели города Севастополя, Орловки, Кача, вот. И то есть вот что она привозит, мы с тобой готовим. Закупаем, если вот не хватает, например, мяса, то есть мы закупаем, но в основном это всё приносят население. Машины останавливаются? Машины останавливаются, несут яйца, мясо, творог, молоко, консервация. То есть даже помогают пенсионеры. Они вот уже даже написали письма постоянно, что-то пишут. Это для севастопольцев, это для наших там защитников, для блокпоста. То есть... Я горжусь военной папой. Почему? Потому что мне делаешь подарки из дисков военных, обожаю военных. Ну это как бы разные автоматики там, монаратики, пистолетики. А что бы ты сказала своему папе хорошее? Какое он у тебя? Так, он у меня легитимный, такой серьёзный. Как вас зовут, скажите? Ильич, врач Ильич. А фамилия? Я как бы не знаю, называть фамилией. Да. Корышкин Николай Ильич. По образованию я Крымский институт закончил в 67-м году. И работал 25 лет хирургом. А потом уже физиотерапевтом. У меня высшая категория по хирургии. А сейчас по физиотерапии занимаюсь. Почему вы здесь? Почему? Ну я считаю как бы исполнением своего профессионального долга, гражданского долга. Помочь в организации. И как бы практически поучаствовать, обучить тут персонал. Вот. Оказанию помощи при травмах всевозможных. Самовзаимопомощи. Ну и буду стараться и сам тут участвовать, если будет такая необходимость. А когда за помощью не обращались в медицинский? Ну такие вот. Гриппозные состояния, простудные состояния. А так вот свободное время есть. Они сюда подходят. Мы так занимаемся, как оказать самую взаимопомощь. В общем, потребность внутренняя оказаться тут. Вот люди добровольно приносят лекарства. Мы тут комплектуем. У нас тут и йод, и перекись водорода, и таблетки противогриппозные, антибиотики. Тут у нас и жгуты, вкладка. При необходимости обезболивающие можем ввести. В общем, тут у нас на первый случай все заполнено. Может быть, не хватает портативного дыхательного аппарата бы. И, наверное, шины. И это все вот от людей. Все не через Горздрав, а дело. Это люди вот как продукты питания, так и лекарства все приносят. Скажите на камеру, какие еще, может, шины, что приносит? Шины, ну вот, пролочные шины для мобилизации верхних и нижних конечностей. И какой-то портативный дыхательный аппарат. Ну, может быть, на силочке, на всякий случай. Дай Бог, чтобы оно не потребовалось, но, как говорится, надо быть готовым. Мало ли что будет. Надеемся в мудрость народа нашего.